МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Дорогостоящая для казны, на ее реализацию требуется лишних 33 миллиона рублей. Ну, то есть для бюджета, наверное, не лишних, а вот Матвееву на такое дело не жалко. Обоснования, для чего эти миллионы и нужны, на мой взгляд, весьма странно, если не сказать, что крайне тупое. Выборы президента страны 2018 года. Ну, вот и хочется еще денег на якобы улучшение работы депутатских приемных. Я не улавливаю, правда, тут логику, учитывая, что выборы состоятся в середине марта. Ну, то есть что, увеличение финансирования предполагается всего на два с половиной месяца, что ли? Именно в этот период парламентарии будут только напрягаться и эффективность повышать. А по окончании выборов, что содержание депутатской обслуги урежут опять? Или все-таки оставят как есть повышенную? И тогда ясно, что избрание главы государства лишь красивый повод увеличить расходы на себя. Вот просто интересно, какое отношение имеют региональные депутаты, а уж тем более оппозиционные фракции, к выборам президента России? Как сам Матвеев, его приемные, его помощники вовлечены в этот процесс и почему за это должен платить бюджет области, если президентская компания вообще-то оплачивается бюджетом государства? А вся движуха за конкретного кандидата, если он об этом, то должна быть из избирательного фонда кандидата оплачена. И вот самое интересное, все-таки, так ради какого президента Матвеев вдруг собрался напрягаться и повышать эффективность работы приемных? Просто напомню, что он говорил о потенциальных кандидатах. Вот, например, о Путине, что его время ушло, и как главу государства Матвеев его не видит. Зюганова же Матвеев не воспринимает за харизматичного лидера и отказывает ему в таланте увлечь за собой массы и дать что-то новой коммунистической идеологии. Ну и что тогда остаются либералы? Какой Мишанин, кстати, как-то и себя причислял? Ну так вот, Собчак он не уважает. А вот зато Матвеев, по его же признаниям, уважает Навального. Так ради кого он хочет быть более эффективным на этих-то выборах? А он же, напомню, многие годы не только сам содержался за счет бюджета, но и супругу свою оформил к себе помощником на зарплату, нигде это, впрочем, не афишируя. Возможно, после урезания фондов пришлось экономить и на этом, ну то есть на жене. Иначе чем же платить другим людям, реально работающим в Думе? Ну и вот, возможно, пришла мысль, что при увеличении ассигнований на расходы можно будет, почему бы там не попробовать опять же, ну на зарплату не пристроить. Вот не знаю, как насчет эффективности работы приемных, а вот эффективность наполнения семейного бюджета бы точно при этом повысилась. Так что в целом это предложение, по-моему, просто притянутое за уши дурь с лично меркантильным каким-то душком. Но то, что это предложение палевам, Матвеев, наверное, и сам все-таки осознает, поэтому инициатива этой нигде не хвалится, публичная. И никак это не было обозначено даже в его блоге. А самое печальное, если все-таки в итоге другие депутаты это предложение поддержат. Ну, не знаю, из-за собственной или жадности, или в качестве отступных оппозиций, чтобы поменьше балагани или нервы мотали. Ну, такая плата за лояльность. Ну, в любом случае, это будет чудный показатель реального отношения к вечно пропагандируемому у нас сокращению трат на содержание бюрократического аппарата в сложные времена.